Всем привет! Сегодня приготовим меренговую елку, которую украсит праздничный стол на Новый год, либо на Рождество. Торт состоит из меренговых коржей и крем-чиза. Торт готовить очень просто, главное, нужно подготовиться заранее. Подготовка заключается в том, что нужно испечь меренговые коржи разного диаметра. Для приготовления меренги берем 200 грамм чистых белков, это примерно 6-7 яиц. Добавляем 400 грамм сахара, щепотку лимонной кислоты, либо 1 чайную ложку лимонного сока. Ставим взбивать белки, пока не образуется плотная масса, то есть до стоячих пиков. Если у вас только ручной миксер, то взбивайте в 2 захода по 100 грамм белков и 200 грамм сахара, так будет быстрее и проще для миксера. В общем количестве понадобится 8 коржей, из них 3 коржа диаметром 18 см, остальные коржики на 1,5 см меньше предыдущего. Я наметила карандашом все круги на бумаге. Отсаживаем коржи по кругу. Коржи можно сделать обычные круглые, а можно сделать фигурные, с каким-нибудь рифленым краем. Можно просто меренгу выложить ложкой, не обязательно иметь кондитерский мешок. Главное меренгу распределить так, чтобы хватило на все коржи, поэтому лучше сначала делать коржи потоньше, а если останется меренга, то распределить по всем. Коржи нужно приготовить заранее, потому что сушатся в духовке они достаточно долго, при температуре 80 градусов около 5 часов. Чем меньше температура сушки меренги, тем больше шансов, что она не потрескается и не приобретет кремовый оттенок. Для крема берем 350 грамм сливочного сыра и 100 грамм сахара. Взбиваем минуту, чтобы сыр стал более пористый и нежный. Вливаем жирные сливки 180 мл. У меня сливки 35% жирности. Взбиваем крем до пышности. Готовый крем можно убрать в холодильник на полчаса. После холодильника он станет более плотный. Отсаживаем крем на коржи по той же схеме. Распределяем сначала на все коржи, а потом, если останется, то распределяем по всем. И собираем торт в виде елки. Так как торт довольно сладкий, то хорошим решением будет добавить в него кусочки каких-нибудь кисленьких фруктов. У меня это манго, но можно добавить киви, мандарины, клубнику, малину. Так как торт имеет форму елки, я украсила его гранатом, как будто это елочные игрушки. Торту нужно дать пропитаться несколько часов, а я отрежу кусочек сразу. Обожаю меренговые торты за их визуальную воздушность и способность буквально таять во рту. Потрясающее сочетание сладкой, мягкой и хрустящей меренги и сырного крема с кусочками манго. Ставьте лайк, если понравился рецепт. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok